Очень рад, что выпускаю это видео, потому что давно его нужно было опубликовать. Но я хотел это сделать именно в декабре, чтобы под конец года порадовать прям отличным контентом. И я сразу вам скажу, что видосов по Dreamcast будет много, это штук 10 может быть. Я точно сам пока не знаю, и видосы я купил, это чисто о моих первых ощущениях. И дальше вы будете узнавать, а так и все классно, как кажется на первый взгляд. Если вы не желаете париться с покупкой игр и подписок для Xbox, то вам к Xbox Store. Они сделают всю работу за вас. Вам нужно будет только связаться с магазином, сделать запрос на игру и ждать свой ключ. Вы самостоятельно его вписываете, и никаких не нужно давать паролей и доступа к аккаунту. Но вот если вам потребовалась валюта либо активация подписки, то в таком случае придется предоставить данные от своего аккаунта, ибо по-другому здесь никак. Можете потом сменить пароль, ваши аккаунты никому не нужны и спать спокойно. Быстро, легко и главное надежно. Советую их не знать уже в который раз и еще столько же, если не больше буду говорить о этих ребятах. Самый лучший магазин в интернете, я сам частенько там покупаю разные игры, начиная от громких новинок и заканчивая инди. Так что ассортимент у них большой. Оставлю ссылки в описании на магазин, группу ВК и Телеграм. Вы можете в любой из этой соцсети приобрести нужную вам игру. Я хотел приобрести Dreamcast очень давно, но так вышло, что любое предложение, которое проскакивало, оно было мягко говоря неадекватным. И стоимость за Dreamcast в 10 тысяч, 15 тысяч рублей это считалось нормой. А какие 15 тысяч за даже неполнокомплектную игровую систему? Это как по мне бред, поэтому поиски затянулись прям до жути. И вроде бы есть предложения, они реально имеются, хоть их и немного, но ценник слишком большой. Я просто оставил это дело до лучших времен и хоп, 5000 рублей, Dreamcast коробка и все в идеальном состоянии. Так можно было пройти мимо такого подарка. Конечно же пару сообщений и уже Dreamcast едет ко мне почтой. Видос прислан и короче никаких тебе проблем. Я вообще не смотрел на фотографии коробки и не видел никакого подвоха. Но когда ко мне пришел Dreamcast, я понял, что это какой-то конструктор лего. Смотрите, к самому предложению у меня никаких вопросов. Коробка внутри целая, есть даже макулатура, но вот в чем прикол. Может быть я не сильно разбираюсь в Dreamcast, но даже мне понятно, что здесь не все так радужно, как может показаться. Коробка региона PAL, даже эта самая инструкция фуловая русская. Но консоль при этом японка, и я сначала думал, что чел купил отдельно короб и как бы какие вопросы. Я сам-то хотел сделать со своей PlayStation 1, но вот прикол в другом. Геймпад PAL-овский же, получается, что прошлая консоль познала мир иной, и чел просто купил другую систему. Но меня это не напрягает, и сейчас объясню почему. Реально идеальное состояние. Я сильно удивился, когда она ко мне пришла, потому что как будто бы она новая. У меня, наверное, ни одной такой игровой системы нет, чтобы она была в идеальнейшем состоянии. Ни одной. Это прям изумруд, очень порадовало состояние. И что хочу сказать насчет дизайна Sega Dreamcast. Он хорош, привлекательный даже сегодня. Четыре порта для контроллеров. И почему всегда так? Почему, когда ты смотришь видосы в YouTube, а затем сам покупаешь какую-то консоль, то ты всегда удивляешься ее габаритом? Это самая маленькая фэт игровая система, которая была выпущена по ходу. Хотя тут как посмотреть. Но Dreamcast реально небольшой. Он малыш такой, приехал ко мне, чтобы познакомиться с другими системами Sega. И теперь что ли купить самую первую Master System, чтобы собрать целую коллекцию домашних игровых систем Sega? Мм? Если будете смотреть про Master System, то куплю, мне несложно. И вот посмотрите на сравнение с Сатурном. Он прям мега огромный в сравнении с Dreamcast, и как будто бы Sega выпустила слим-версию прошлой игровой системы. Но при этом сделали ее мощнее. Да настолько, что в некоторых параметрах Dreamcast превосходит PlayStation 2. А Dreamcast вышел в 98-м году, а двойка в 2000-м. Это удивляет. И знаете, когда ты прикасаешься к системам Sega, когда ты играешь на них, то несмотря на неудачи компании порвать всех в этом поколении и прошлом, ты чувствуешь качество. Мне очень приятно играть на любой Sega, и как будто бы более душевно, знаете. Но этих чувств не хватает, чтобы стать лучшим не только в поколении, но и вообще. И несмотря на то, что Dreamcast хорош, он качественно собран, это не было, к сожалению, был. И компания полностью ушла на дно. Мне слишком жаль того, что произошло, и не будет больше игровой системы от Sega. Потому что им удалось только один раз за всю историю существования компании сделать что-то по-настоящему годное и конкурентоспособное. Это Megadrive, либо Genesis для Америки. Все остальное это полный крак, даже их аддоны тоже полный провал. Так что Sega точно не вернется на этот рынок, инфа сотка. И Dreamcast, как и был последней провальной консолью, так и и остался. И что у нас по геймпаду? На самом деле, очень интересный контроллер вышел, неудобный до жути. После Xbox Original также никакого комфорта я не заимел, когда во все это дело рубился. То есть, привыкать снова придется, он снова неудобный, что на Saturn не слишком много кнопок, что здесь. Чтобы дотянуться до шифтов задних, необходимо по-особенному держать этот геймпад. И честно, не очень. Но это потому, что мой геймерский путь был начат не с этой консоли. Я вообще с Dreamcast познакомился очень недавно. И конечно же, я не привык к этому контроллеру, 100% в будущем станет лучше. Это я понимаю, но первые ощущения именно такие. Неудобно совершенно. У меня не было в комплекте VMU, это лично для меня большая проблема, потому что в таком случае не получается сполна насладиться этой системой. Главная фишка, как я считаю, Dreamcast залочена именно в VMU. Это экран в геймпаде, вы такое раньше видели? Получается, что Sega придумала Nintendo DS, два экрана, и как раз второй служит либо для карты, или же там отображается здоровье вашего персонажа. Но у меня, повторюсь, его нет. Нашел за 2000 рублей, и вот размышляю, брать, не брать, так что не решил. Но скорее всего возьму, потому что хочется максималки. Я желаю получить от Dreamcast все то, за что его и покупали, и все фишки должны быть задействованы. Так что постараюсь раздобыть следующему видосу, а так здесь обычная карта и все. Это не годится, да и выглядит как кривой обрубок. Может еще и рамбл пак куплю. Но это вообще кринж, продавать отдельно вибрацию, я думаю, что это просто какой-то ужас. Учитесь Apple, также советую вам отдельно продавать вибропак, и звук пак, тач пак, и вообще просто выпускайте дисплей без нутра, и люди сами будут себе собирать айфоны. Но это лирика. Мне такое совершенно не близко, чтобы платить за то, чтобы у тебя была вибрация. Это удивляет, но Sega не первая, кто это сделал из пятого поколения, это, конечно же, любимейшая Nintendo с консолью N64. Как можно было до этого додуматься, мне поражает просто. Представьте, отдельно продавать вибрацию, да это так смешно звучит и жалко, что у меня нет никаких оправданий этому действию. Продавать вибрацию, я еще долго не смогу спокойно спать после полного понимания того, что реально происходило в 90-х годах. Вибрацию? А для чего это было сделано? Почему в сам геймпад не поместить вибропак, якобы он быстрее выходит из строя? Да в комплекте положить что ли эти вибромагические штучки? Но нет. Так что ситуация полный сюр. Не думал, что этот момент меня настолько сильно удивит, потому что я знал, что такое раньше было. И вроде как спокойнее к этому относился, но когда ты понимаешь, что сейчас, спустя почти 25 лет, тебе нужно искать рамплпак на геймпад, потому что его в комплекте не было, это далеко не самая лучшая затея и вообще способ развлечения. Так что вот такие вот ретро-игровые системы. Их брать не стоит, если вы не готовы тратиться на вибрацию условно, потому что эти мелкие элементы реально важны для того, чтобы получить максимальный комфорт. Я сейчас не говорю за аксессуары, удочки, рули, не знаю, что там еще было, барабаны, может, какие, а про важные элементы, вибрацию и VMU. Это должно быть, иначе не то. И вообще, как понять, чтобы окопка была совершена не зря? Если тебе хоть что-нибудь нравится, неважно, это игры, само удовольствие от консоли, кайф от распаковки и так далее, это уже не зря. У меня были моменты, когда я не получал удовольствия даже от распаковки, но здесь, благо, такого не было, может, коробка зарешала, я не знаю. Но консоль мне понравилась, если что, и эмоции положительные. Я на ней пока что не играл, я говорю исключительно, как есть. Видос в неделе с Dreamcast будет, и пока что я жду игры. Заказал их нормальное количество, когда придет, тогда я неделю сниму. Если что, в комплекте у меня была только одна игра, которая полная днища. Это Resident, я даже не знаю, какой, где вам нужно было просто стрелять. Такие игры на Dreamcast мне вообще не интересуют, то есть ты не ходишь. Я так разок попробовал, в принципе, оценил геймпад и все. Но полное мнение составлю чуть-чуть попозже. И мы вместе с вами это все поймем. Будет также несколько видео сравнений, где информация будет очень полезной. Вроде как то, что я хочу сравнить, этого никто не делал. Так что видос будет эксклюзивным и очень крутым. Я это прям выкупаю, информация крайне полезная. В комплекте также был АВ кабель на телевизоре несовременном, который только 1080 показывает. Нормально. Картинка лучше, чем на PS1 при подключении к АВ. По крайней мере, у меня PS1 показывает неплохой результат, если играет на АВ и нужен с карт. Этим я займусь, правда не понимаю, что происходит с Али. У меня ничего не удалось заказать, когда была пятница черного цвета 22 года. Пишет, что не отправляем вам и все. А где мне теперь искать этот кабель, тоже очень интересный вопрос. Но попробую нарыть, надеюсь у меня получится. Консоль шитая, естественно, игры точно такие же и будут. Я не желаю заморачиваться и самостоятельно их нарезать, ибо зачем, когда по выгодной цене на местной доске объект за тебя это сделает чел, который полностью воссоздаст тот самый диск для Dreamcast. Думаю, вы знаете таких ребят, которые нарезают диски для 3DO вместе с коробкой и всеми печатями. То есть полностью то же самое визуально, но паленка внутри, которая работает. А собирать лицухи пока не тянет, да и дело слишком затратное, как по мне. Ну и конечно же японская вилка без трансформатора, его в комплекте не было, чел его зажал, ну и ладно. У меня от Сатурна есть, буду пользоваться одним и получается чисто японская семья консолей. Правда, мегатрайв тут лишний чуть-чуть, у него вилка в глаз обычная, ну и ладно. В общем, первые ощущения отличные. Мне понравился Dreamcast, хоть и геймпад его это чудо в неположительном ключе, ну и ладно. Я тут жаловаться пока что не собираюсь, пока не купил VMU. Когда все это сделаю, тогда уже можно будет дать полноценный ответ. А вы ждите видосы именно сравнения с PS1, потому что только посмотрев их, вы сможете понять, покупать эту консоль или нет. Я уже знаю ответ, но озвучу его в других видосах. Подписывайтесь, потому что видосов по Dreamcast будет огромное количество, прям нереальное. До новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok